В руках дорожные знаки и плакаты с призывом к водителям. Эта картина на федеральной трассе встречает многих автолюбителей. Так у школьников проходит неплановый урок ОБЖ. Только вместо учителей инспекторы ГИБДД, которые первым делом подробно разъясняют ребятам, как правильно переходить дорогу. Махмуд Кадзой запомнил тему сегодняшнего урока и учил на зубы. Когда я перехожу дорогу, я посмотрю левую, правую, нажимаю кнопку и перехожу дорогу осторожно. Профилактическая акция проходит сразу в нескольких районах республики. И не зря. Статистика за один только последний месяц не утешает. Четыре аварии, причем с участием детей. Старт акции дают здесь, так как шестая школа расположена вблизи федеральной трассы. Очередное ДТП тут произошло совсем недавно, которое унесло жизнь ребенка. После этого ответственные структуры приняли меры, установили светофор. Здесь есть данный светофор, который переключается вручную. Мы сегодня с детьми повторили, еще раз закрепили знания. И знают они или нет, как им пользоваться, как нужно переехать дорогу. И, конечно же, как нельзя этого делать. Ребята с нами прошлись по маршруту ихнего пути, показали, как они себя ведут на дороге, какие ситуации с ними сталкиваются. Дорога – источник повышенной опасности. Тем более для детей не посет. Это понимают и в школе, где занятия по безопасности на дорогах уделяют огромное значение. На прошлой неделе у нас проходила неделя безопасности. Мы проведили беседы, классные часы, мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, что все-таки разъяснили им такие правила, что школьник является пешеходом. Переходим только на зеленый цвет светофора, пешеходный, только на пешеходном. Впрочем, как считают многие, эти меры далеко неэффективны, потому нужно подпринять дополнительные. Акция по региону охватит именно те районы, где аварийность и детский травматизм особенно высоки. Это в основном Назрановский и Сунжинский. Ну а следующий такой профилактический урок с детьми пройдет уже в Плиево. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.